Глубоко уважаемый Евгений Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию нашу работу индукционной химолчевой терапии в комбинированном лечении рака пищевода. Рак пищевода является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей. Как отметил предыдущий докладчик, более 60% пациентов по данным ракового регистра обращаются за медицинской помощью уже с запущенной формой третьей или четвертой стадии заболевания. Это обстоятельство заставляет исследователей искать пути решения этой проблемы и наиболее оптимальные подходы к лечению данной патологии. Значительное количество исследований, рандомизированных, и анализы этих исследований показывают преимущество комплексного подхода в лечении распространенных форм рака пищевода. В нашей исследовании было включено 134 пациента. Основная группа пациентов получала индукционную терапию с последующим хирургическим лечением. В нее вошли 83 человека, 54 из которых получали индукционную терапию с основным компонентом внутрипросветной барахитерапии, и 29 человек получали индукционную терапию с основным лучевым компонентом в виде дистанционного облучения. Контрольная группа была представлена 51 больным, получившим только хирургическое лечение в период с 1999 по 2014 год в Институте онкологии имени Петрова. Основная контрольная группа была сопоставима по полу, возрасту, морфологическому типу опухоли. При этом в основной группе с применением индукционного лечения чаще встречалась верхнегрудная локализация процесса и была значительно выше средняя протяженность опухоли. По клиническим стадиям больные распределились следующим образом. В основной группе, что соответствует данным ракового регистра, значительно чаще встречалась третья стадия заболевания. Схема лечения больных основной группы была следующей. На первом этапе выполнялась аргоноплазмная реканализация при наличии опухолевостеноза. Далее проводилась синхронная химмолчевая терапия. В группе с применением внутрепосветного облучения выполнялось 3 сеанса еженедельно в разовой очаговой дозе 7 грей до суммарной очаговой дозы 21 грей. Синхронно с первым сеансом облучения выполнялась стандартная полихимиотерапия с использованием препаратов платина и 5-фторорацила. В группе дистанционного облучения проводилась лучевая терапия в режиме классического фракционирования по 2 грей ежедневно до суммарной очаговой дозы 40-45 грей. Синхронно с облучением проводился точно такой же цикл химиотерапии по схеме ПФ. Следующий цикл химиотерапии проводился с интервалом 28 дней. Через 4 недели после второго цикла полихимиотерапии выполнялось хирургическое лечение. Внутрепросветная брахиотерапия опухоли пищевода проводилась нами на аппарате нуклетрон-микроселектрон с шагающим источником излучения ИРИДИ-192 низкой энергии гамма-излучения высокой мощности дозы. Источник излучения доставлялся к опухоли через стандартный пищеводный катетер диаметром 6 мм. На первом этапе мы оценивали осложнения индукционного лечения. Они встретились в основной группе в 48% случаев. Но при этом стоит отметить, что в группе с использованием внутрепросветной брахиотерапии осложнения индукционного лечения встречались значимо реже, чем в группе с применением дистанционного облучения. Осложнения распределились по степени тяжести соответствующим образом, как представлено на слайде. Но при этом необходимо также сказать, что в группе внутрепросветного облучения чаще встречались осложнения легкой степени, тогда как в группе с дистанционным облучением чаще регистрировались средне-тяжелые или тяжелые осложнения, в том числе распад опухоли, который не был зарегистрирован в группе внутрепросветного облучения. Регресс оценивался нами комплексно. Как методами эндоскопического контроля. При эндоскопическом контроле регресса чаще всего регистрировался частичный регресс опухоли. Данные были сопоставимы, но в группе с внутрепросветным облучением чаще встречалась рубцовая структура опухоли после лучевой терапии, а в группе с дистанционным облучением – прогрессирование процесса. Также регресс оценивался лучевыми методами исследования. В обеих группах отмечалось значительное снижение средней притяженности опухоли. При этом в группе дистанционного облучения средняя притяженность опухоли уменьшилась больше, чем в группе внутрепросветного облучения. Результаты предоперационной терапии были следующими. Хирургическое лечение получили 83% больных. При этом необходимо отметить, что в группе внутрепросветного облучения хирургическое лечение получило значимо больше пациентов, чем в группе с дистанционной лучевой терапией. Следующим этапом лечения был хирургический. Нами выполнялись как открытые, так и минимально инвазивные операции. Открытые операции выполнялись в основном по типу операций Льюиса. Для пластики пищевода использовался желудок, а на стомоз накладывался в куполе правой плевральной полости. По методике РОНЗ имени Блохина выполнялась расширенная лимфодисекция. Также нами проводились гибридные и минимально инвазивные операции. При выполнении минимально инвазивных тораколапароскопических операций формировался узкий желудочный стебель, который загрудинно проводился на шее, формировался аппаратный анастомост на шее. При сравнении основной и контрольной группы хирургический этап лечения был сопоставим. По длительности операции, послеоперационного периода, длительности пребывания в отделении реанимации интенсивной терапии и случаев нерадикальной резекции опухоли. Патоморфологический регресс опухоли оценивался нами по классификации японского сообщества по лечению заболеваний пищевода, который имеет три стадии. В подгруппах индукционного лечения данные были сопоставимы. При этом хочется отметить частоту полного регресса опухоли, которая была достаточно высокой и была больше в подгруппе с применением внутрепросветной брахиотерапии. Можно остановиться это в абсолютном числе или в процентах? Это в процентах. 35% полных регрессов? Полных регрессов в группе внутрепросветной брахиотерапии. Это больше, чем средние данные в мировой литературе. После операции выполнялось патоморфологическое исследование опухоли и удаленных лимфоузлов. Распределение стадии было следующим. Здесь необходимо отметить 23% нулевых стадий в группе индукционного лечения. Нами оценивались непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения. После операции осложнений оценивались по классификации клавьи Динда 2004 года, которая имеет 5 степеней. Осложнения терапевтического профиля, то есть требующие консервативной терапии либо эндоскопических или рентгенологических методов, не требующих анестезиологического пособия, встречались одинаково часто в обеих группах. Но при этом тяжелые осложнения, требующие хирургической вмешательства под наркозом либо нахождение в отделении реанимации интенсивной терапии, значительно чаще встречались в контрольной группе только хирургического лечения. Летальность в основной и контрольных группах были сопоставимы. Также отдельно необходимо отметить такое грозное осложнение пищеводной хирургии, как несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза. В основной и контрольной группе частота несостоятельности была практически одинаковой. Но при этом в подгруппе с применением внутрепросветной брахиотерапии частота несостоятельности эзофагогастро-анастомоза после выполнения хирургического лечения была значимо меньше, чем в группе дистанционной лучевой терапии. Отдаленные результаты нам удалось проследить практически у всех больных основной и контрольной группы. На первом этапе мы оценивали общую безрецидивную выживаемость методом Каплан-Майера. В основной группе медиана безрецидивной выживаемости составила 27 месяцев против 12 в контрольной группе только хирургического лечения. Общая выживаемость составила 29 против 14 месяцев соответственно. При исследовании выживаемости в подгруппах основной группы индукционной терапии значимых отличий среди пациентов с применением внутрепросветного обучения либо дистанционной терапии выявлено не было. Для выявления основных показателей, влияющих на выживаемость больных, нами был проведен однофакторный статистический анализ методом Каплан-Майера. Оценивались такие факторы, как пол, возраст, локализация опухоли, морфологический тип опухоли, клиническая патоморфологическая стадия процесса, глубина инвазии, распространение опухоли в лимфоузлах, осложнение индукционного лечения, послеоперационное осложнение. Основными статистически значимыми факторами, влияющими на выживаемость пациентов основной группы были возраст старше 60 лет, глубина инвазии опухоли и патоморфологическая стадия процесса. Также необходимо отметить такие факторы в основной группе индукционной терапии, как осложнение химиолочевого терапии и регресс опухоли. Несмотря на то, что уровень значимости этих факторов был низким, разница в медианах выживаемости была существенной. В контрольной группе также был проведен однофакторный статистический анализ. Значимыми факторами были поражение лимфоузлов по клиническим и патоморфологическим данным, патоморфологическая стадия процесса и локализацию опухоли. Для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на выживаемость больных, нами был проведен многофакторный регрессионный анализ в модели пропорциональных рисков кокса с пошаговым исключением наименее значимых факторов с уровнем значимости больше 0,5. Модель была достоверной. Основные значимые факторы, влияющие на выживаемость больных были осложнения химолочевого лечения, патоморфологическая стадия процесса и вид лечения, то есть применение индукционной химолочевой терапии. Таким образом, применение индукционного лечения значимо влияло и достоверно увеличивало выживаемость больных. Исходя из нашей работы, мы сделали следующие выводы. Индукционная химолочевая терапия как этап комплексного лечения при раке пищевода характеризуется относительной безопасностью и удовлетворительной переносимости больных. В структуре осложнений индукционной химотерапии преобладают побочные эффекты легкой степени, не оказывающие значимого влияния на результаты лечения. При этом частота и степень тяжести осложнений при применении дистанционной лучевой терапии выше, чем при применении внутрепросветного облучения. Проведение предоперационной химолочевой терапии у больных раком пищевода отличается высокой эффективностью и сочетается с частотой полных патоморфологических регрессов опухоли в 35% случаев после внутрепросветной парахитерапии и 30% после дистанционного облучения. Применение индукционной химолочевой терапии при комплексном лечении рака пищевода не увеличивает количество послеоперационных осложнений и летальность. Использование химолочевой терапии на приоперационном этапе достоверно увеличивает безрецидивную и общую выживаемость больных раком пищевода с увеличением медианы безрецидивной выживаемости до 27 месяцев против 12 месяцев в контрольной группе и общей выживаемости до 29 месяцев против 14 в сравнении только с хирургическим лечением больных в контрольной группе. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы возникли к Игорю Владимировичу в зале? Спасибо, очень интересно. 17% почему не были прооперированы? Что там случилось? Не прооперированы пациенты. Три основных фактора. Это прогрессирование процесса. Данные были сопоставимы в обеих подгруппах. Это прогрессирование процесса. Осложнение непосредственно химолочевой терапии. При этом большое количество тяжелых осложнений было зарегистрировано в группе с применением дистанционного облучения. И в некоторых случаях это были обострения каких-то хронических заболеваний, которые не позволили потом объективно провести хирургическое лечение. То есть, к примеру, это язвенная болезнь с кровотечением, при которой пациент был прооперирован, ему был прооперирован желудок, и мы не смогли уже потом... Да, было тяжелое кровотечение, что, так сказать, ограничило наши возможности к несчастью в хирургическом лечении. 83% прооперированных – это из обеих групп вместе, правильно? Из обеих групп вместе, но при этом в группе бракетерапии 91% получили хирургическое лечение. А против 69% в группе дистанционного облучения – это значительное отличие, статистически достоверное. Хорошо. Теперь скажите, вот методом статистической обработки по выживаемости, так называемый intention to treat, то есть включены все пациенты, которым предполагалось начало индукционной химии лучевой, или те, которые только подверглись хирургическому лечению? Благодарю за вопрос. Нет. Отдаленные результаты мы оценивали только у тех пациентов, которые были подвергнуты хирургическому лечению. Это связано с тем, что те пациенты, которые не получили хирургическое лечение, получили радикальную химио-лучевую терапию и оценивались, если это была бракетерапия, как сочетанная химио-лучевая терапия в радикальном режиме, либо если это была дистанционная лучевая терапия, они получали радикальное лучевое лечение до дозы 60-70 градусов. То есть в рамках этого исследования, которое вы выполняете… В рамках нашего исследования мы не оценивали их выживаемость, потому что это другое исследование, которое проводится в нашем учреждении. Я могу сказать, что предыдущие мы выполняли как раз таки статический анализ вместе по схеме intention to treat, то есть все больные, которые включены для химиолучевой терапии и оценивалось вне зависимости, прооперированные или не прооперированные. Но там мы тоже получили статистически достоверное увеличение выживаемости и увеличение. Практически они ничем не отличаются от того, что сейчас докладывает Игорь Владимирович. Поэтому, в принципе, здесь думаю, что… Еще какие-то вопросы возникли? Да, Борис Иванович. Я не понял, Вы что-то сказали по методике резекции пищевода или пластика пищевода по какой-то методике блохинарной? Это анастомоз. Анастомоз, анастомоз. Ну, по Михайлову Давыдову. То есть это формирование анастомоза в куполе и прооперированные полости по методике… Ну, кто-то называет по методике Давыдова. Но, значит, опублику… Если по Давыдову, то объясните тогда, пожалуйста, в чем заключается методика. Ну… Это первый вопрос. Второй вопрос. Я не понял. Скажите по-простому. Критерии, определяющие, влияющие на выживаемость больных. Не патоморфологические исследования. Конкретно, пожалуйста, какие факторы являются определяющими выживаемости больных? Можно я начну с последнего вопроса, Борис Иванович? Статистически значимые факторы, которые влияют на отдаленные результаты и выживаемость больных, это вид лечения, то есть применение индукционной терапии, это патоморфологическая стадия процесса и… Конкретно, конкретно что? Какие факторы? Мы знаем Т, Н, Н. Нет… Какие из них? Стадия. Стадия. То есть отдельно факторы… Комбинации Т и Н. Это называется стадия. Т, Н и М вместе. То есть если по отдельности они не являются значимыми факторами. То есть я оценивал и по отдельности Т, Н и М. Пытался, да? Да, они статистически значимы, не являются, у них нет статистической значимости в основной группе. То есть они значимы только в контрольной группе хирургического лечения. Вот фактор Т, Н по отдельности. У меня определяющий не явился… Нет, у меня… Наличие метастазов. Наличие региональных метастазов. Наличие региональных… Все остальные гладкие. Нет, в основной группе у нас наличие метастазов не явилось значимым фактором. Сочетание Т, Н и М, потому что имело значение регресс стадии. То есть значение не было значимым, были ли метастазы на клиническом этапе. Значимо было только, был ли даунстенджинг, было ли снижение стадии. Если было снижение стадии, это значимо влияет на выживаемость. Если снижения стадии не было, и больные не отвечали на химио-лучевую терапию, то это тоже, так сказать, ухудшало отдаленные результаты. Можно я как химиотерапевт мешаюсь? Просто чем больше патоморфоз опухолей на проводимом предыдущем до хирургического лечения вмешательстве, будь то химиотерапия, либо лучевая терапия, либо химио-лучевая терапия. То есть чем больше степени патоморфоза мы добиваемся, тем дольше безрецидивный промежуток, и тем дольше пациент живет. Это имеется в виду. То есть вам нужно сказать слово «патоморфоз». Насколько был выражен патоморфоз опухоли на фоне предыдущего лечения? И Т, и Н. М0 было, М0. М0, все, да, четвертая стадия у нас, конечно. Благодарю вас. Значит, Борис Иванович, здесь дискуссия такого характера. Для хирургических больных показано, показал, Игорь Владимирович оценивал тоже, что влияет именно тех пациентов, те пациенты, которые подвергаются хирургическому лечению. Игорь Владимирович говорит, что действительно для хирургических больных влияет и Т, и Н. Причем Н и клинические данные, и патоморфологические данные. И патоморфологические. Н. А вот… Т никогда не влияло. Значит, но Т, Т… Нет, Т отдельно не влияло. Влияло ТНМ, то есть сочетание ТНМ. И, ну, видимо, тоже за счет распространения лимфоузлы. Значит, мы говорим, может быть, о разных этих самых. Мы влияем на выживаемость или для сравнения, что влияло на статистические различия. Вот это другое различие, другой вариант. И теперь мне бы хотелось вернуться к вашему слайду по предыдущим, по стадии до операции и до начала лечения. Вот там есть два блина, извините за вульгарность. И основная проблема была, что вот здесь группы, вот по этим стадиям, до начала лечения, не были сопоставимы. Потому что, посмотрите, вторая А и первая А превалировали в хирургической группе. Посмотрите, это правая. А для химия-лучевой с операцией половина практически третьей стадии. Если третья стадия для хирургической всего одна четверть, вот на вскидку, да, меньше четверти, то здесь, ну, одна, может быть, одна... 14%. 14%, какие 14%, третья стадия, я говорю, да. Но здесь получается значительная часть. Поэтому, вот несмотря на это, мы сочли возможным сопоставить отдаленные результаты. И отдаленные результаты оказались даже при наличии вот таких различий после химия-лучевой терапии улучшение результатов. Вот это очень важное замечание, которое нужно сакцентировать на этом внимании. Но после химия-лучевой терапии, рестадирование, к сожалению, вы не поставили downstaging, миграция стадии слайды, которая действительно выявлялась, миграция в стадии, это раз. И второй вот вопрос. 37% это вот уже получается, смотрите, да, это после химия-лучевой терапии. То, что мы получили по патоморфологическим стадиям после химия-лучевой терапии. 23% нулевая стадия, то есть полный регресс и первичной опухоли, и лимфоузлов. Если Игорь Владимирович говорил, 37% первичная опухоль после брахи-терапии, 37%, но это всего лишь первичная, 35%, но это первичная опухоль. У этих пациентов определялись еще... Могли быть метастазы. Лимфоузлы, и все вкупе дало вот только 23% полных регрессов и лимфоузлов, и первичной опухоли. Но вот это результат, конечно, который очень интересен с позиции отдаленных результатов. Хорошо. Какие вопросы еще возникли? Миграция стадии не может быть. Миграция стадии в том-то и проблема, что после химия-лучевой терапии уменьшение стадии. Но вот понятно для всех, что вот 23% пациентов, которые сейчас ноль, видите, да, нулевая стадия, то есть опухоль не определялась. Мы их прооперировали, но опухоль не определялась. Вот за счет этого и произошла миграция стадии в сторону уменьшения. Другой вопрос, что часть больных без ответа осталась. Вот это основная проблема, которая, скажем так, и она определяла основную и отдаленные результаты. Хорошо. Вопросы? Да, пожалуйста. Давайте. Да, Николай Федорович. Микрофон, ага, возьмите. Из доклада я не совсем понял. При любой стадии вы рекомендуете начинать с химии-лучевой терапии или на ранних стадиях все-таки лучше начать сразу с хирургического лечения? Нет, конечно, не при любой. Мы рекомендуем начинать химии-лучевую терапию при стадии 2. Со второй, ну вообще в мировых рекомендациях, если в европейских и в национальных рекомендациях Соединенных Штатов немножко разнятся данные, поэтому сложно ориентироваться. Но если ориентироваться на рекомендации нашей страны, то со второй стадии по третью С мы рекомендуем начинать лечение с химии-лучевой терапии. И второй вопрос. Отдаленные результаты во многом зависят от степени метастазирования по лимфатическим узлам. При внутрипросветной радиотерапии вы, в общем-то, довольно локальная зона. На зоны лимфоузла не идет облучение. То есть за счет чего результаты улучшаются? Благодарю за вопрос, Николай Федорович. Дело в том, что все равно при брахиотерапии определенная часть излучения достигает лимфоузлов, потому что глубина излучения полтора сантиметра. Если опухоль значительно большая по толщине, то, конечно, за ее пределы лучевое воздействие не распространяется. Но если опухоль не очень значительно по толщине, то лучевое воздействие, остаточное, небольшое, распространяется. И далее опухоли на региональные зоны. Вкупе с полихимиотерапией, которая оказывает системный эффект, получается, что химиотерапия и лучевая терапия потенцируют друг друга и оказывают достаточно серьезный эффект. И это подтверждается двумя случаями, которые у нас зарегистрированы по патоморфологическому заключению, где был описан полный регресс опухоли в лимфатических узлах метастатических, которые были подтверждены по данным клинических обследований после внутрепроцветного облучения. Значит, ну да, не совсем понятно, как это. Николай Федорович, значит, теперь я помогу вопрос вас сакцентировать. Всем ли больным назначалась брахиотерапия или определенной категории назначалась дистанционная гомотерапия? Благодарю за вопрос, Евгений Ильич. Правильно искали, потому что в докладе это не прозвучало. Согласен, в докладе нет, это есть в диссертации у меня. Там мы, к несчастью или к счастью, учитывая то, что метод новый, и, в принципе, его никто не применяет, мы, конечно же, подходили к вопросу не совсем, так сказать, рандомизированно. То есть пациентам… Значит, давайте так, я извиню, в зале у нас Елена Ивановна, которая может сказать, каким больным назначалась, поскольку вся рандомизация проходила через нее. То есть радиолог, который… Да, 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 но вся рандомизация проходила через нее, и, в принципе, есть показания к брахиотерапии и к дистанционной гомотерапии. То есть основной смысл моего вопроса, как облучение заведомо хирургически удаляемой опухоли, локальной, влияет на отдаленные результаты? То есть все равно эта опухоль будет удалена? Не как, что статистически значимо влияет? Это доказано. Использование внутрипросветной брахиотерапии улучшает… Я хочу понять теорию, как вы это объясняете. Дело в том, что внутрипросветная брахиотерапия – это облучение высокой мощности дозы. То есть энергия гамма-излучения низкая и проникающая способность низкая, но есть возможность создать высокую мощность дозы. То есть 7-грей – это летальная доза, которая вызывает необратимые изменения в опухолевой ткани в сочетании с полихимиотерапией, возможно, с потенцированием какого-то иммунитета местного в связи с достаточно значительной дозой лучевого воздействия, возникает достаточно стойкий и значительный ответ биологический. И что доказано количеством стриктур в группе внутрипросветного облучения? Их значительно больше, чем в группе дистанционной лучевой терапии, именно потому что есть биологический эффект внутрипросветной брахиотерапии сопоставим с дистанционным облучением. – Если вы сформулируете этот ответ, который вам Евгений Владимирович подсказывал, – Если заведомо есть подозрение регионарного лимфатического метастазирования, не лучше ли начать с дистанционной? – Не начать, а вообще применить. – В нашем исследовании при наличии клинических данных о значительно четком метастазировании, где несколько исследований доказывают нам, что метастазы в лимфоузлах региональных присутствуют, мы, конечно, старались назначать дистанционное облучение данным пациентам. Так как наше исследование является, в общем, пилотным по поводу брахиотерапии. И это описано у меня, и, в принципе… – Хорошо, никто не сомневается. Давайте Елену Ивановну еще услышим. – Пару слов, Елена Ивановна. – Сказанное, безусловно, если речь идет о лимфатических узлах более 8 мм, значит, они расценивались как Н1 априори. При том, что далеко, конечно, не всем пациентам мы могли выполнить эндосонографию, поскольку имеются ограничения, всегда связанные с опухолевым стенозом, и не всегда удается пройти датчиком по всей длине и определить, так сказать, наличие лимфоузлов. Но если при КТ более 8-9 мм, в общем, это считается практически Н1. Безусловно, таким больным мы предпочитали проводить химиоучивую терапию с использованием дистанционного облучения. Некоторые пациенты при пограничных, скажем, размерах, значит, они попали в группу, которая действительно подвергалась внутрипросветной брахиотерапии, но, к сожалению, эти группы не были рандомизированными. Но в дальнейшем, естественно, планируем провести уже более жесткую рандомизацию, чтобы получить результаты, которые на эти вопросы в том числе и дадут ответы. – Спасибо огромное. Продолжение следует...